Иииии всем привет ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной видеоролик с челленджем, с игрой без резиста, без дронов на предыдущей данной рубрике, можно так сказать, или челленджа, я не знаю как правильно сказать. Короче, вы набрали больше 120 лайков, это достойный результат, безусловно, если вам нравится данного формата видеоролики, где я играю без резиста, без дронов, где я пытаюсь занять первое место при всем этом раскладе и при этом же также выиграть матчмейкинговый бой, это главная цель в данном контексте, в данном видеоролике, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, поставьте как можно больше, я думаю, что если 150 набирается, мы сразу же записываем новую часть данного челленджа. Ну и сегодня я поиграю, наверное-таки, на одном из моих излюбленных вооружений на период времени где-то, ну может быть, месячишка назад, может чуть больше, я играл постоянно на Хорната Гауссе, первый раз я пробовал, к слову, без резистов и без дронов играть именно на данной Хорната Жиге, поэтому сегодня попробуем на Хоре Гауссе, я считаю, что на Хорнето Гауссе вообще в какой-то степени, ну, мне так кажется, попроще можно все это дело сделать и поэтому сегодня попробуем набить первое место, выиграть бой на Хорната Гауссе без резистов и без дронов. Все это дело быстро снимаем, ну и у меня по сути будет, наверное, две, может быть, три каточки, посмотрим, как все это дело пойдет. Что касаемо режимов, то в данном челлендже, можно так сказать, я не выбираю режим, то есть это быстрый бой, что пикнет, там мы будем это все дело пробовать, поэтому каточка у нас имеется, максимальную концентрацию и отправляемся уже в бой. Респ неплохой, карта Парма, блин, хотел свестись, чуть не пошло. Карта Парма при всем этом раскладе, это у нас осада, блин, зря я его перевернул, если честно, я думал, что я не переверну, это он экибатор, ладно, сводочка, 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 отлично, хорошо. Играем максимально аккуратно, друзья, карта нам это позволяет, и есть противники, которые уже, ну, мягко говоря, не очень приятные в данном бою имеются. Вот так вот все будут прятаться, ныкаться от меня, ничего хорошего из этого не выйдет, безусловно. Но я буду пытаться максимально аккуратно отыгрывать в определенных эпизодах, ну и, конечно же, стараться выиграть данный бой. Здесь уже имеет смысл быть подбирать дроповые коробки, потому что фулл расходку сходу я прожать не могу, как это я могу сделать, когда у меня дрончики, нагибончики. Поэтому здесь надо в этом плане более аккуратно отыгрывать, ну и, безусловно, отдавать приоритет нашей точке. Определенно, сейчас мы ее можем уже потерять, и все будет просто провально. Давайте, друзья, едьте, едьте, тиммейты. Боже, все, походу 0.1. Походу 0.1. Блин, ну, свестись хотя бы, надо, еще и купол поставил, все, провал. Так, я надеюсь, что точка в другом месте будет. Блин, ну, когда у тебя нет резиста, это, конечно, провал полный. Полнейший провал 1.3, уже лечу по этим самым, по пшечке своей. Точка по центру, у меня уже овер есть. И знаете, как я всегда жму сходу 2.3, а тут на арке не прожимается. Так, прожать-то нельзя на арочку, блин. Как ты же сводишься, гад? Зачем так делать жестко? Я же ничего плохого не делаю тебе. Хорн, это гаусс, или кто-то, чтобы не гибатор за гаусс, сводится по мне. Блин, ну я такую плюху дал сейчас. Должен сливаться от личных. И этот тоже должен погибать. 300 урона, очень плохо. Все максимально плохо, друзья. Но вы понимаете, что я играю максимально аккуратно. Я не выезжаю сейчас на точки, потому что это бессмысленно вообще абсолютно. И если я буду ехать, то я буду просто погибать, сливаться. При том, наставить то, что у меня вооружение такое, как хори гаусс. Надо играть максимально аккуратно, максимально внимательно. И пытаться как-то разводить здесь противника. Безусловно. Сейчас попробуем как-то подконтролить. Таким факт, что на что-то здесь получится. Да, я ухожу на респ, еще и 90 у меня всего лишь очков. Надо максимально грамотно использовать овердрайв. Потому что если я овердрайв здесь использую не по красоте, то в этом плане все становится максимально печально. Рельсосовером, я понял, хорошо. Ну и, конечно, я тут еще на ветеране. Надо было, наверное, краску снять, чтобы таких нагибаторов было поменьше. Но там наш тиммейт максимум точку придерживает. Отличная сводка, просто великолепная. Плохо, конечно, что я на респ сразу ушел. Ну-ну-ну, точку держи, друг ты мой хороший. Там один противник был. Ох, 0-2, я понял. Печаль, беда. Печаль, беда, это 0-2, друзья. Печаль, беда, это 0-2. Да, ну сводка была великолепная, конечно. Такой тайминг я дал ее. Ну ладно, еще 3 минуты есть. Комбэкнуть еще все дело можно. Потом раскладишь то, что наши тиммейты сейчас держат левую зону. Левая точка контролится. Я думаю, что даже можно будет сейчас ее забрать. Надеюсь, что у нас получится сделать, да? Можно забирать. Привет. Вернее, рельсы. Так, точка есть. Отлично. 2-1, камбэк им потихой. Потихой камбэк им. Давайте овер. Драйв. Печку я не прожал пока что. Ой, хорошо, что он промазал. Если он попадет, у меня будут очень большие проблемы. Награем максимально аккуратно. Сводочка, сводочка, сводочка великолепная. Не могу досвестись, блин. Ай, уехал макибатор. Так я и не досвелся. Очень плохо в этом плане. Думал, что я сейчас сведусь. И будет все четко. Ну ладно. 2-1, 2 минуты. Тиммейты наши уже пытаются подконтролить правую зону. Зону взятия точки. Мне было бы неплохо хотя бы там какую-то плюху выдавать. В ту зону. Ну и желательно. Блин, они не ставят эти просто купола по КД. Это чисто ради пяти урона. Ради пяти опыта. Ага. Понял, рельса сразу мне нарезку отправляет. Печально, 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 что я могу сказать печально. Ничего страшного, конечно, в этом нету. Там раскладе то, что можно сейчас просто урисповывать. Нагибаторов. Нет, нет, держи, 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 друг. Хорош. Красавчик. Лучший. Просто лучший. Сейчас Титан просто вытащил этот момент. И за счет этого момента можно выиграть этот бой. Определенно. Определенно его можно выиграть. Исключительно за счет данного нагиба. Давай, давай, урон. Ну как-то, как-то сплэшем. Ну боже, ну боже, боже. Ну что ж вы делаете, друзья-то вы мои хорошие. Ну почему вы так стоите все в простреле, еще и мешаете, не даете прострелить. Отличный выстрел. Да, главное сейчас сливать противника. Нельзя давать. Нельзя давать точку. Нельзя давать точку, бле. 58 секунд, и сейчас они забирают, да? Ни одного тиммейта там уже не подъедет. Ну вы видите, насколько тяжело мне приходится. То есть я занимаю какие-то определенные позиции. Я не могу передвигаться так по карте, как я передвигаюсь. Постоянно. Когда у меня есть резисты. Когда у меня все имеется. Здесь каждый выстрел это, грубо говоря, ваншот. Поэтому игра идет максимально аккуратная, максимально внимательная. Дабы не получить ни лишний урон. Ни как-то сыграть плохо, да? В какой-то момент. Все играется максимально внимательно, максимально аккуратненько. И этот челлендж заставляет меня чуть больше думать в какой-то степени. И я бы сказал, что это наоборот хорошо. Такая игра преподносит определенные сюрпризы. Но для меня лично это определенно интересная вещь. Первая катка так печальненько складывается в какой-то степени. Не получается ничего сделать. Проигрываем ее. Там я набил 4 звезды, 300 очков опыта. Но это явно не самый лучший результат в какой-то степени. Ну а теперь у нас штурм. Штурм за атаку. В принципе, довольно-таки неплохой вариант для выигрыша данной катки. Если бы не эта самая нагибаторская карта. Все-таки карта не совсем удачная у нас выпадает. Но в общем и целом, безусловно, сейчас мы будем стараться. Будем пытаться нагибать. И как я уже говорил, это та самая рубрика, где несмотря ни на что, несмотря ни на какую катку, вы должны видеть, как эти бои происходят на самом деле. То есть я не перезаписываю видосы. Я не записываю 25 тысяч видосов и потом из них выбираю лучше. То есть где я там понагибал, где я там занял первое место. Вот как оно имеется по факту. Как оно у меня идет, именно так и попадается у нас видеоролик. То есть не пошла катка, не пошла. Все. То есть как бы у меня нет такого, что я вот сейчас, например, у меня бой не идет. Я такой, нет, этот видос я не буду заливать. Я буду заливать то, где я нагибаю. Нет, таких вещей я не занимаюсь. И в общем и целом показываю эти бои такие, какие они имеются. Со всеми ими, со всеми по сути недостатками и со всеми неудобствами, которые я сталкиваюсь в боях. Но в принципе, в общем и целом, проблем в этом плане особо никаких больших нету. Всего лишь нужно более внимательно играть. И стараться делать и выполнять этот данный определенный челлендж. Пока что, к слову, ни одной катки с первым местом и с победой у меня в этом челлендже не получилось сделать. Возможно, в данном видеоролике у меня получится это сделать. Сейчас увидим, посмотрим. Были первые места, но они были без победы в бою. Поэтому, по сути, главный челлендж еще до сих пор я в этом плане не выполнил. Так, ну что, против играет игрок, который меня знает. И это очень плохо, что он меня знает. Значит, что он будет меня фокусить. Значит, что он будет обращать внимание на меня. Но нам надо играть как-то более внимательно, более сейвово в каких-то определенных моментах. И было бы неплохо, если бы я сейчас убежал бы от этого викинга рикошета. Но, в общем и целом, получаются всегда такие моментики. Ну, довольно тяжело вытянуть. Притом, рассказать то, что я понимаю, что у меня нет резиста. И при любом выстреле я просто ухожу на респу и все. На этом быстро заканчивается, если честно. Ммм, ясно еще и хоран это. Жига овердрайв прожимает, дефолтный. Ну, ладно. Катка складывается. Вторая тоже максимально печально. Ничего не получается. И я вот только одного понять не могу, друзья. Как вы думаете, это вот мне реально так не везет? Либо же за счет того, что я не играю с резистом, не играю с дроном. Я не могу просто выиграть катку. Как вы думаете? Вот что вы думаете вообще по этому поводу? С чем это все дело связано? Либо это какое-то определенное невезение. Потому что сейчас я определенно понимаю, что, ну, вот эта катка тоже такая. В какой-то степени провальная получается. Но есть плюсы также этой карты в том, что здесь на данном вооружении, на котором я прямо сейчас играю, можно в определенные зоны очень великолепно сводиться. Прямо вот просто шикарно. Здесь идет прострел почти фулл карты. И если бы сейчас бы противник бы, например, стоял бы на своей базе, на определенной зоне, то я бы мог бы вообще просто жесткий урон наносить, постреливать. Ну, в какой-то степени мне, наверное, в этом плане только не везет в том, что они постоянно едут вперед. Если бы они стояли бы на своей базе, например, бы как было время с диктаторами, когда там постоянно овердрайверы отдавали, то в этом плане мне было бы немножко попроще наносить урон. Но сейчас я понимаю, что там ребята едут все вперед, по большей части своей. И в этом плане не все так шикарно у меня складывается. Ну, ладно, давайте попробуем все-таки поехать поставить. Ну, если бы я сейчас бы подбирал бы, конечно, этот лажочек, потому что пока что все там по ней не так шикарно связывается. Не связывается, вернее, а складывается. Меня начинает там уже троллить. Но это ничего страшного, в принципе. В принципе, ничего страшного в этом нету. Это их право, пусть они пишут, что они хотят. А мне надо поставить, мне надо определенно поставить, потому что у меня фулл расходка имеется. Сейчас можно ворваться. Было бы, блин. Как сейчас печально все сложилось. Овердрайв есть. Надо прожимать овер, наносить урон. Хоть уже и эта катка. Победную сторону. Ну, блин, ну как можно так по таймингу отъехать? Объясните мне, пожалуйста. Ну, шафт, ну, шафт, ну. Это ужас, это просто максимальный провал. Я не знаю, как это вообще происходит, но что я должен сказать после вот такого? Что я должен сказать после такого, друзья мои хорошие? Ну, амин, сейчас не упасть. Ну, блин, ну. Я начинаю сводиться. Я иду на ближний контакт. И в итоге вытягивается танк и начинает просто стоять мне мешать. Ну, что это такое вообще? С чем это едят? Объясните мне, пожалуйста. Чё-то нагибаторы тут противники. Бегают. Пытаются всем по мне урон нанести. Ещё одна хури-жига. Было бы неплохо, чтобы она тоже ушла на резку. Кажется, мейт там ставит. Было бы неплохо, если бы я бы тоже поставил. Определённо сейчас нужно поставить. Но уже не всё так хорошо. Смещаю зону. Объезжаю. И доставка? Серьёзно? Настолько простая? Офигеть. Супер зона. Просто шикарнейшая зона. Давайте хотя бы первое место попытаемся здесь своё забрать. Потому что у меня уже на 20 опыта больше. 4 секунды до конца. Ну, хотя бы первое место. Ну, боже ты мой. Я уж думал, даже первое место не смогу сегодня забрать. Ну и последняя попытка, друзья. Давайте попытаемся. Может быть сейчас у нас получится сделать что-то невозможное. И это будет та самая катка, где я хотел бы стать джаггернаутом. Хотя бы. Ну, ладно. Джаггера нету. Хорнета Гаус. Даст ли мне этот хорнета Гаус в режиме джаггернаута первое место? Это вот в чём вопрос. Это очень сложный челлендж. Но определённо постараться нужно. Первый килл есть. Я даже не знаю, что здесь лучше делать, друзья. Я даже не знаю, стоит ли мне сейчас... Ясно, что мне лучше делать. Обновляться. Открыть ошибки. Вот, что мне лучше сделать. Безусловно. Открыть ошибки. Открыть ошибки наше всё. Открыть ошибки наше всё. Определённо мне надо как-то сейчас попытаться и подамажить и по джаггеру сыграть более сейвово. И понаносить урон по противнику, дабы заработать как можно больше опыта. Давайте что-то пытаться делать. Ну и при всём этом раскладе мне надо, чтобы наши тиммейты-то тоже играли более аккуратно и более внимательно. Такой очень тяжёлый, наверное, челлендж в этом плане. Ну, давайте попробуем. 1-0 уже ведём. Хорошо. Победы это всегда хорошо. За исключением только того, что нам к этой победе было бы неплохо, если бы... Я бы ещё бы занимал бы отличную позицию по количеству очков в бою. Так, дроп подбираем. Отлично. Джаггернаута сводим. Джаггернаута обязательно сводим. Отлично. 3000 вылетело. Это плюс 25 очков уже при любом раскладе. Ещё одну сводку. Давай-давай-давай. Ай, в спину бьют. Я понял. А как это? Джаггернаут уничтожен? А, он уничтожился. Я понял. А то я думаю, что это мне опыт не дали. Всё, какой-то рофл. Ясно-понятно. Это не джаггер, это нагибатор. Который падает в минус. Но ничего страшного. Ничего страшного там нету. Вот, неплохо. Если бы я сейчас свёлся бы. Да боже ты мой! Ну что это такое? У меня сейчас гореть начнёт. Ужас. Как только начинаю у кого-то с водицами сразу приездить. Ужас. Как же это потно. Даже потихо и начинают уже нервы сдавать. Ой-ой-ой. Ну что ж ты делаешь? Зараза. Блин, вот вы серьёзно думаете, что они меня не знают? Я вот не верю просто в эти совпадения. Челик, который едет просто на правом фланге, вдруг резко начинает накидывать по мне урон. Я даже не знаю, где здесь овер прожимать. Из-за того, что тут настолько печальные какие-то моменты. Ещё даже хз где тут овер прожать. Наверное сейчас было бы неплохо, если бы я его прожал. Но, к тому же джаггер тоже ушёл на резк. Катку мы выигрываем, определённо. Определённо в этом плане всё неплохо складывается. Только за исключением того, что у меня чуть-чуть маленькое количество опыта. И хорн это гаусс мне должен был поспособствовать тому, чтобы я мог сводиться как можно больше по противнику. Но в общем и целом мы имеем то, что в какой-то степени в таких боях довольно-таки тяжело реализовать всё это дело. Да, в штурме было неплохо на Бресте, но вот здесь пока что ничего не получается. Как-то мне это, может быть даже крит ошибка, немножко не в то русло потянуло. Но ладно, ещё 3 минуты имеется, ещё 3-3. Не стоит, наверное, отчаиваться, продолжать нужно бить, пытаться. И возможно, возможно получится что-то у нас здесь. Здесь респ 120. И сводка. 1800, неплохо. Надо отреспить этого нагибатора. Оттечку прожимает. Но аптека была сбита. У него хп 0 осталось. 0 хп было. Как обидно. Самое обидное, когда ты оставляешь противника на 0 хп. Это вот прям вообще жесть. Когда вот ты делаешь максимум. Но у тебя чего-то чуточку, чуточку не хватает. Вообще чуточку. Ну а зачем ты сводишься? Друг ты мой хороший. Под куполом стоящий. Тут сводка не работает. Вот я только прожимаю овер. И всё. И всё. И всё на этом заканчивается. Сразу кто-то начинает респить. Нагибать. Нет, 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 нет. Только не по мне. Я конечно всё понимаю, но только не по мне. Дайте мне хоть пару фражков ещё сделать. Чтоб я так хоть сильно не опозорился. 5-5 катка. 5-5, друзья. 5-5. Мне бы джаггера бы хотя бы дали бы. В начале. Было бы вообще великолепно. Я бы хоть с этим джаггером бы. Попробовал бы понабивать. Опыт. Ну так вообще печально всё. В этом плане. Может быть фраг? Может быть? Отлично. Великолепно. Шикарно. Просто в тайминг свёлся. Отличный тайминг был. Подобран. Да, может быть в какой-то степени это было везение. Но определённое это везение мне было очень сильно нужно. В данный период времени. Надеюсь, что я сейчас ещё и вот этого нагибатора заберу. Да, да, да. Конечно, конечно. Ты свалюбёшься. 6-6, друзья. 6-6. 6-6. Если уж не дотянуться до первого места, то хотя бы, хотел я уж сказать, попытаться дотянуться до шести звёзд. Катку мы выигрываем. Ну вот, с первым местом в данном бою у нас имелись определённые проблемы. Третье место я занял. До сих пор, друзья, в данном челлендже я не сумел без резиста, без дронов занять первое место и при этом раскладе ещё и выиграть катку. Первое место сегодня мне удалось занять, но, к сожалению, данный бой мы проиграли. Возможно, в следующем видеоролике, когда у нас на этом видосе наберётся больше 150 лайков, я смогу это сделать. Я очень сильно надеюсь. Но сегодня на Хорната Гауссе в какой-то степени что-то пошло не так и, возможно, я просто не сумел справиться с этим. Вообще, друзья, обязательно напишите вашу точку зрения вообще, на каком вы бы хотели увидеть меня сочетании, чтобы я попробовал выполнить данный челлендж без резистов, без дронов. Возможно, вы шарите лучше, чем я, на чём мне будет более приятно и более удобно это сделать. Напишите по этому поводу в комментарии, я, безусловно, все ваши комментарии читаю и какие-то даже отвечаю. Ну и на этом данный видеоролик подходит к концу. Не забывайте прожимать лайк, как я уже сказал, подписываться на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok